итак меня не отпускает идея померить изоляцию у разных типов трансформаторов но при этом с постоянными некими входными данными то есть я буду использовать одно и то же колечко это м 400 н н ферит 17 на 5 на 8 на 2 на 5 и провод у нас будет по крайней мере вот этой шпателки и у магнитного трансформатора п 0 4 если правильно помню по 9 витков будет использоваться и так щупы я тоже немножко изменил как видите у нас выходы одной обмотки и 2 мотки ну вот это выходы обмой одной обмотки они скручены закорочены это выходы 2 мотка скручены закорочена не поданы на 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 веной и будем использовать скажем так для замеров некую характерную точку это 5 мегагерц тут у нас полоса от 0 до 30 мегагерц вот на 5 мегах у нас получается 22 децибела подавления сейчас я размотаю этот трансформер и намотаю магнитный померим там а это у нас потери то есть сейчас он включен трансформатором вход но одна обмотка на вход 2 на выход ну на частоте f5 мегагерц потери 7 сотых вот теперь будем мерить магнитный магнитный трансформатор те же самые 9 витков провода pf04 и в точке 5 мегагерц у нас подавление уже не 22 а минус 55 децибел давление имею до синфазных токов сейчас померим потери ну а сейчас мы измеряем блин так я оторвал проводок так вот сейчас измеряем потери при нормальном включении трансформатора и 20 децибел на в ч на 5 мегах минус 5 ну здесь надо лучше подбирать феррит очевидно ну хотя феррит теряет проницаемость на в ч это у нас материал м 400 нн в принципе для приема низких частот двс вы с учетом изоляционных свойств такой трансформатор конечно будет поинтереснее а сейчас попробую бахнуть трансформатор остина ну и трансформатор мать его остина так я сейчас руками пытаюсь удержать феррит по центру обмотки но нет минус 40 минус 50 короче нет смысла похоже в о стене я даже не буду мерить его потери потому что феррит сам по себе неплохой как бы изолятор если наматывать обмотки на разных концах сердечника главное подобрать нормальный материал чтобы работал во всей полосе ладно антенны и баллон видимо придется до минус 48 минус 50 потери у нас тут здесь тоже по 9 витков вопрос трансформатором остина похоже закрыт идея с трансформатором остина не прокатила изоляции изоляция путем разноса обмоток как бы не особо хорошо остается только миниатюризация вот колечко из феррита n87 как у него диаметр наверно около сантиметра изоляции между обмотками обмотка всего давать но два витка скрутки из двух проводов изоляция у нас 40 децибел тут получается еще посмотрим какие у него потери смотрим потери и потери стабильные у нас 3 децибела внутри 4 по диапазону 3 децибела потерь 40 изоляции на 5 мегах но но по моему дальше наверное уменьшать обмотки уже некуда можно конечно довести до 1 1 витка но лучше конечно просто взять поменьше сердечники на на видите на нем больше витков такие дела результаты в принципе понятно а вот это уже очень интересно феррит n87 магнитный транс и херакс очень очень даже неплохо я думаю можно даже увеличить количество витков сейчас у меня по 4 витка но потери на 30 мегах ну примерно 6 децибел потери наверху там вообще какие-то один или даже меньше очень очень хорошо еще померяем изоляцию и изоляцию минус 50 по моему очень даже хороший вариант для радиоприемника мотать вот такой магнитный баллон на 80 седьмых маленьких сердечниках короче я нашел то что их искал это 87 материал маленькие трансформаторы магнитные все можно сегодняшний выпуск дурдома заканчивать я похоже на мотаю баллон для своего взрыва вот такой вот всем пока